Сегодня в России настало очень суровое время. Мы живем в условиях не просто эпидемии коронавируса, а вирусной пандемии, которая охватила весь мир. Каждый в отдельности и народ в целом борется за свое выживание. Одним из главных условий этой борьбы является наш с вами иммунитет. Он определяется едой. Обратите внимание, казалось бы, две вещи абсолютно не соединимы с друг другом. Однако, включите голову и подумайте. В Италии дикая вспышка коронавируса, множество смертей. В Испании, южная страна, где много фруктов, овощей, солнца, морепродукты, паэля, все хорошо. Вдруг, дикое количество больных, дикое количество смертей. Соединенные Штаты Америки. Вспышка такая, что уже президент Трамп говорит о катастрофе. Десятки тысяч погибших, миллионы заболевших. Хотя там питаются, в общем-то, неплохо. Мы думаем, что одной из причин такой вспышки коронавируса является потребление населением этих стран большого количества ГМО, генно-модифицированных продуктов. Испания, кстати, является лидером на европейском продовольственном рынке по производству генно-модифицированных продуктов. Америка, о ней говорить нечего. Поэтому в сегодняшней нашей программе мы встречаемся с учеными, которые расскажут нам о генно-модифицированных продуктах и об их опасности. Что послужило причиной нашей встречи? А вот что. 16 апреля правительство Российской Федерации подписало документ, по которому до 1 января 2021 года генно-модифицированные продукты будут освобождены от государственной регистрации. То есть, вы заявляете о том, что вы ввезли такое-то количество ГМО, и вас проверяет только Роспотребнадзор, и, пожалуйста, увозите, кормите, кого хотите. Это противоречит, в общем-то, постановлению от 2016 года, которое подписал президент Путин о запрете производства в России ГМО. Что скажете, Ирина Владимировна? Ну, понимаете, вот это вот удивляет то, что это все делается во время пандемии. То есть, мало того, что, например, ГМО вызывает ликемию у животных, и после этого молоко у нас тоже поступает гноем. И тоже очень интересный был момент, что в августе 2019 года признали молоко, которое от ликозных коров, что можно его использовать как продукт питания. А это там и гно, и вирус ликоза, может быть, и так далее. И вот на самом деле ликоз-то и вызывает вот эти ГМ-культуры. И чем больше их будет поступать в нашу страну, тем больше будет болеть наш скот. Не только будут болезни, будет падеж скота, то, что было в Германии, с чем я столкнулась, когда туда ездила. И, конечно, люди будут очень болеть, то есть обострятся все хронические заболевания. А на фоне пандемии это придет к тому, что попадание вируса очень быстро приведет к заболеванию и, не дай бог, к смерти тоже. То есть, конечно, я считаю, это какое-то вредительство. Вот мое мнение. К нам присоединяется Виталий Зинченко. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете решение правительства о том, что разрешит сейчас практически бесконтрольный ввоз ГМО в Россию именно в это время? Я соглашусь с Ириной Владимировной и скажу только то, что если ранее поставщик такой генно-модифицированной продукции нес определенную ответственность за свои действия, то сегодня фактически он не несет такой ответственности, потому что он даже в уведомительном порядке не информирует о том, какие виды генно-модифицированной продукции он завозит. Ну, специалистам хорошо известно, что есть ряд продуктов генно-модифицированных, которые достаточно давно в некоторых странах употребляются в пищу. Хотя надо оговориться, что действия генно-модифицированных продуктов на здоровье человека до конца нигде еще не изучено. Поэтому, ну, какие-то продукты можно признать менее рискованными, но в данной ситуации, когда мы даже в уведомительном порядке не будем получать информацию о том, что же заводится, риски поражения системы иммунной человека, они существенным образом возрастут. А на фоне действительно имеющей место пандемии мы видим, как по-разному протекают заболевания у различных граждан. У тех, у кого иммунная система сильнее, они переносят в легкой форме, практически не замечая болезнь. Люди, которые имеют либо какие-то сопутствующие заболевания, либо иммунная система ослаблена у нас вплоть до летальных исходов и процент их весьма велик. В этих условиях вот вносить такой элемент неопределенности, таким образом повышать риски для людей, мне представляется недопустимым. Этот вопрос действительно очень спорный, дискуссионный, но ставить его можно было либо, на мой взгляд, только лишь после того, как мы пройдем вот эту полосу пандемии в нашей стране. И риски заражения коронавирусом существенно будут снижены. Сейчас-то вопрос крайне несвоевременно был поставлен министерству. Дмитрий, добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня в период пандемии новой коронавирусной инфекции уже два Нобелевских лауреата выступили с заявлениями о том, что данный вирус является искусственным. Очень большая группа биологов говорит об искусственном характере вируса. И я бы здесь хотел провести небольшую параллель. Вот такой микроорганизм, который, точнее вирус, организм, который был создан искусственно и который сегодня убивает сотни тысяч людей, уже порядка, если не ошибаюсь, 300 тысяч погибших, только в США около 100 тысяч. И одновременно, я считаю, вообще это, знаете, даже не грех, а это какое-то вообще страшное преступление разрешить завозить неконтролируемые организмы, лающие кукурузу, мяупящие бобы, ползающие арбузные семечки, то есть без всякого контроля генно-модифицированную продукцию, это искусственные организмы, не понимая, скольких людей, возможно, это убьет, и я считаю, что это преступление. Это мое мнение. К нам присоединяется Роман Владимирович, губернатор Курской области. Роман Владимирович, вы нас видите, слышите? Здравствуйте. Рады, что вы пришли на наше экспериментальное шоу «Интернет». Я как раз рассказывал о постановлении, которое было принято правительством, о разрешении бесконтрольно ввозить ГМО-продукцию в Россию. Вот смотрите, какой мы получили ответ от Минсельхоза РФ сегодня, когда мы позвонили им и попросили их о комментарии. Комментарий по постановлению правительства Российской Федерации, номер 520. Постановление номер 520 разработано Минсельхозом России по поручению правительства Российской Федерации и направлено на поддержку предприятий животноводства и сохранению уровня себестоимости животноводческой продукции. Документ не предполагает возможность бесконтрольного ввоза соевых бобов, содержащих ГМО, а лишь дает право предприятиям до конца 2020 года ввести сырье с ГМО-линиями, которые уже были зарегистрированы ранее и прошли многочисленные исследования безопасности. В соответствии с документом контроль качества сырья и готовой продукции будет обеспечен Россельхознадзором при проведении соответствующих проверок. Таким образом, издание указанного постановления направлено на ввоз продукции, потребность в которой испытывают предприятия животноводческой отрасли и безопасность которой подтверждена в установленном порядке. При остановлении или отмена действия акта создаст предпосылки для дефицита кормовой базы поставят под угрозу стабильную работу российских животноводческих предприятий. Кроме того, наличие на отечественном рынке де-факто монополии в поставках соевых бобов, содержащих ГМО, является прямым риском повышения сложившихся цен на продукцию животноводства. При этом обращаем внимание, что такие корма успешно применяются и в российском животноводстве, и в мировой практике. Никаких негативных последствий их использования не выявлено. По мнению Минсельхоза России, с учетом изложенного в настоящее время отсутствуют основания для приостановления или отмены действия в постановлении номер 520. При этом в перспективе министерство рассматривает возможность пересмотра условий ввоза соевых бобов при достижении самообеспечения СОИ. С уважением, Ирина Смирнова, пресс-служба Минсельхоза России. На территории Курской области, например, в прошлом году был собран урожай 600 тысяч тонн СОИ. Это не генно-модифицированная, и это не одна компания, это несколько производителей, в том числе и малой формы собственности. У нас в прошлом году начат действительно один из крупнейших в России строительство одного из крупнейших заводов по переработке СОИ, и в следующем году он уже должен быть запущен. Поэтому наши аграрии, планируя то, что урожай уже 2020 года будет погружен в элеваторы этого вновь строящегося завода, они озвучили обеспокоенность, потому что если хлынет нам дешевый генно-модифицированный ШРОТ и СОИ, значит, они вынуждены будут либо деппинговать, либо продавать ниже себестоимости, либо уже в следующем году они смогут изменить клин и поменять культуру, которую выращивают на своей земле. Поэтому я отстаиваю интерес исключительно наших аграриев. Это с одной стороны. С другой стороны, меня как потребителя беспокоит качество мяса, или мясо, да, которое выращено на генномодифицированном продукте. Действительно, я с Минсельхозом после того, как мы подписали письмо, мы несколько раз общались, и мне объяснили в Минсельхозе, и это так правда, что на сегодняшний момент и в этом году еще видится дефицит соевого ШРОТа, который используется для производства комбикорма. И в Минсельхозе планируют, что до конца текущего года, когда дефицит будет закрыт, мы вообще с января 2021 года прекратим ввоз бедномодифицированной СОИ и ШРОТа, потому что в следующем году, в том числе с запуском нашего завода, завода, который строится в соседней Липецкой области, мы полностью себя и другими предприятиями страны, которые сейчас реализуются проекты, мы полностью себя обеспечим соевым ШРОТом и наших производителей мяса. Вот такой у нас диалог состоялся. Я склонен верить Минсельхозу и буду держать на контроле, действительно ли это так. Роман Владимирович, тогда зачем принято такое решение упростить полностью ввоз сейчас гмопродукции? Это сотни, тысячи тонн сейчас хлынут на сельскохозяйственный рынок страны. Для чего? Объясните, пожалуйста. Минсельхоз объясняет, что сегодня производителям мяса для производства комбикорма не хватает соевого ШРОТа, произведенного в России, и поэтому примерно 200 тысяч тонн, 250 тысяч тонн ежегодно. Но эта доля с каждым годом уменьшается, с ростом производства сои на территории Российской Федерации. Поэтому исключительно, как мне объяснили, для того, чтобы закрыть дефицит текущего 2020 года. Со следующего года они обещают закрыть ввоз сои и производства, и производных из сои. Ирина Владимировна, что скажете на это? Вы знаете, что я проверяла влияние сырых бобов на животных. Я могу сказать, что мы были просто потрясены полученными результатами, потому что это подолозье внутренних органов, это бесплодное потомство ослабленное. Понимаете, может быть, действительно они и покроют какой-то дефицит, но они приведут к достаточно серьезным, таким негативным последствиям. То есть и скотт будут болеть и умирать, и люди тоже будут подвержены заболеваниям. А поскольку сейчас пандемия, то это действительно ускорит процессы вот такого действительно негативного характера, когда люди будут очень быстро заболевать, а некоторые умирать. Поэтому я считаю, что в нашей стране с огромными территориями всегда найдется форма для животных. И вот эта вот задача «давайте возить сою, да еще генетически инвестирую», это, конечно, преступление, вот с моей точки зрения. Потому что то, что происходит с животными, когда их формят трансгенными культурами, вы знаете, это надо действительно видеть своими глазами. Это примерно как в пандемии, когда некоторые считают, что нет никакого вируса, это все выдумка. И я им говорю, ну, вы езжайте в больницу и посмотрите, что происходит с людьми. Так же и с генокультурами. Многие зрители, что действительно происходит животными, когда вы в корм добавляете ГМСО, например. Эрина Владимировна, смотрите, Роман Владимирович сказал очень замечательную фразу. Я хочу поддержать губернатора в этом вопросе. Дело в том, что, смотрите, что он сказал, что со следующего года, я правильно понял вас, Роман Владимирович, мы прекращаем импорт генно-модифицированной сои для питания скота. Это так? Так нам обещал Минсельхоз. И я вижу по нашим аграриям, потому что для нас соя в таких объемах это новая культура. У нас больше ориентировались на пшеницу, либо на семена подсолнечника. Но со строительством нового, современного, одного из крупнейших в Европе, мы будем перерабатывать 1 миллион тонн семян сои у нас на территории Курской области. Знаю, что такие же заводы уже построены в Белгородской области, параллельно строятся в Липецкой области. Я понимаю, что после переработки такого объема сои, по крайней мере, наш регион, он полностью будет обеспечен экологически чистой соей для корма скоту. То есть это будет не генномодифицированная соя? Не генномодифицированная? Исключительно мы используем экологически чистые семена. И наша природа, природа Черноземья, минеральные удобрения, которые мы используем, они экологически чистые. Ирина Ильич, тогда объясните, пожалуйста, почему все-таки вы выступили, а это впервые в современной истории, что 4 губернатора Белгородской, Курской, 3, вернее, Белгородской, Курской и Липецкой области высказали озабоченность этим вопросом, который вот сейчас случился, об отмене госрегистрации ГМО. Вы же не просто так, государственные чиновники категории А, решили сказать об этом вслух, причем сказать об этом публично. Значит, все-таки опасность использования ГМО существует? Так выходит? Мы обеспокоены тем, что такого уровня решения принимались без участия агропромышленных регионов и без обсуждения производителей сои, тех, кто выращивает. На мой взгляд, это должно было как-то обсуждаться хотя бы на совещаниях. И наше мнение, наверное, должны были послушать в правительстве, в министерстве при принятии этого постановления. Ну уж, коли так вышло, то мы ориентировались исключительно на мнение наших производителей агропромышленного комплекса. И мое письмо, оно было основано на обращении, которое я получил от Ассоциации производителей сельхозпродукции Курской области. После того, как мы проанализировали данные по объемам экспорта, импорта, по качеству генномодифицированных продуктов, которые сейчас эксперт нам с вами озвучил, я слышал это не из одного источника, говорят или о негативном воздействии, либо о неизвестном воздействии. Так лучше мы будем кормить нашу скотину и потом употреблять ее в пищу исключительно экологически чистой продукцией. А какая ситуация сейчас в России, в общем, из той информации, которую вы владеете, с продуктовой безопасностью, как вы считаете, какую продукцию потребляет население России, качественную или некачественную, в общем, я имею в виду, как вы считаете? Я считаю, в большинстве своем качественную, и все контрольнодзорные органы, которые работают в этой части, они работают исправно. В прошлом году экспорт продукции АПК России составил 25 миллиардов долларов. Это цифра, сопоставимая с теми деньгами, которые мы получаем за счет реализации продукции военно-промышленного комплекса, реализуемых за рубежом. Но одновременно мы ввозим продуктов питания на 30 миллиардов долларов, не ввозя оружие. То есть дисбаланс еще серьезный, и нам есть куда расти, несмотря на то, что за последние годы в части экспорта продукции АПК сделаны очень значительные шаги. Мы ждем открытия возможности экспортировать мясо в Юго-Восточную Азию, в Китай. Вьетнам открылся в этом году, из Курской области мы поставляем туда мясо уже сейчас. В Гонконг поставляется продукция из Курской области. Если будет открыт Китай, то, конечно, мы готовы в два раза нарастить объемы экспорта. Ну, китайцы, да, они русское мясо любят. Спасибо, Роман Владимирович. Я хотела спросить Романа Владимировича. Вот в августе 2019 года Минсельхоз поддержал решение Таможенного союза, чтобы молоко от коров, которые болеют лейхозом, разрешить в продажу к использованию. Как вы к этому относитесь? Вот, честно говоря, я не могу сейчас прокомментировать. Мне надо посмотреть эти документы. Я не слышал об этом. Да, найдите, пожалуйста, что вот разрешено в продаже к использованию молоко от лейхозных коров. А это молоко с гноем, то есть, в общем, из вируса лейхозы. То есть, это, на самом деле, катастрофа, на мой взгляд. Тем не менее, вот они, отменение нескольких установлений, которое раньше было, которое запрещало такое молоко использовать. Ты это можешь. Смотрите, пожалуйста, документы, это очень важно. Посмотрим. Спасибо. Спасибо вам большое за участие. Мы продолжим. Дмитрий, вот смотрите, сейчас губернатор Курской области довольно интересно прокомментировал историю. Оказывается, не все так плохо с нашей едой. Не такая уж она и плохая. Или все-таки есть что-то такое, что должно нас всех насторожить, я имею в виду, экспертов. Губернатор говорит абсолютную правду. Российская Федерация действительно возвращается, скажем так, постепенно к семенной независимости. Было время, когда Советский Союз поставлял семена во все страны мира, включая Африку. Потом наступило время, когда семеноводство было уничтожено в нашей стране. И благодаря нескольким регионам это восстанавливается. Понятно, что семян, может быть, не хватает. Но хотел бы напомнить, основная проблема сегодня не ввозе ГМО-продукции. Основная проблема в том, что этим постановлением пытаются бесконтрольно ввозить. Если раньше нужно было все-таки говорить, что я хочу завести ГМО-продукцию, но вот такого качества, то теперь ввези все, что хочешь. Все, что есть. Есть всю дрянь. Без всякого контроля завози в Россию. Ну, наверное, решил кто-то в Минсельхозе помочь новой коронавирусной инфекцией. Хочу напомнить то, о чем здесь говорилось, что существуют ГМО-продукты, которые, возможно, снижают иммунитет. Иммунитет животных. На них люди интересно не ставятся. И сегодня разрешить бесконтрольный ввоз неизвестных ГМО-продуктов, подчеркну, неизвестных, потому что ранее надо было говорить, это ГМО такой-то линии, такого-то сорта и так далее. А сейчас что у тебя в мешке? Да не знаю, вроде как не тявкает, не отзывается, ГМО семена везут. Но примерно вот такой будет ответ на тамошний. То есть это полностью бесконтрольный ввоз ГМО-продукции. Это первая проблема. И вторая проблема, мы с вами ее прекрасно знаем. Сегодня идет, продолжается, точнее, малоконтролируемый ввоз или бесконтрольный ввоз на территорию Российской Федерации технического пальмового масла или технического пальмового жира, если по-английски говорить, который есть нельзя. Эта проблема тоже огромная. Более того, сегодня союзное государство максимально блокирует все инициативы, которые уже больше двух лет Киргизия в союзное государство внесло предложение ограничить использование технического пальмового жира в производстве продуктов питания, особенно для детей. Сегодня союзное правительство делает все, прикрываясь, опять же, коронавирусом, для того, чтобы это, с моей точки зрения, преступное в отношении здоровья россиян, этот проект продолжался. Объясните тогда, пожалуйста, логику действий этих неизвестных чиновников, которые скрыты под маской вот этой вот секретности, которые используют разные роды ухищрения, чтобы протолкнуть их корысть в чем? Это деньги, это понимание полезности, свое понимание полезности для отечества, того, что они делают. Что это? Зачем это? Кто это делает? Для чего? Ну, это делают сегодня, я не знаю, наверное, мы не готовы называть фамилии. Сегодня, как минимум, один союзный министр в нарушении всех технических регламентов. Нарушение, я имею в виду, по документообороту, саботирует этот проект. Но, с моей точки зрения, это преступление. Я думаю, что здесь Виталий Жанович мог бы и коснуться, рассказать о том, как вместо месяца, по полтора вместо месяца 30 дней установленных правилами по полтора года лежат документы на столах чиновников, они ничего не делают для того, чтобы техническим пальмовым маслом продолжали кормить наши граждане. Это огромные деньги, это огромные деньги. Миллион, уважаемый Аркадий Викторович, вы же сами знаете, что порядка миллиона тонн пальмового жира завозится на территорию России, и в большинстве это скармливается россиянам. Виталий Жанович, вот хотел к вам перейти после разговора с Дмитрием Акадьевичем, но предварительно упомянуть нашу дорогую даму Ирину Владимировну. Мы с ней несколько лет назад делали передачу про ГМО, проговаривали там не только продукты, которым кормят скотину, после которой мы едим, а потом у нас появляются всякого рода болезни. Есть такое даже понятие на российском продовольственном рынке, и это мы увидим с вами в сборнике в таком мы сделали небольшой информационный фильм получасовой, и мы его в процессе нашей передачи потом в эфире покажем. Так вот, есть такое понятие, называется оно, Виталий Жанович, иномарка, это когда ГМО продукции, сои, генномодифицированные, кормят свиней, которые за три месяца набирают вес под 100 килограмм, потом их разделывают и везут на разного рода продовольственные рынки по всей России. И мы путь с такой фермы, где выращивают иномарок, проследили до города Сочи. И в городе Сочи, темные ночи, значит, рано утром увидели, как эти свиные туши иномарки выкладывают на прилавки, поговорили с местными торговцами мясом. И вот что выяснили, оказывается, в Сочи остался только один на тот момент торговец, местный армянин, который продавал именно настоящее мясо, фермерское. И это настоящее мясо покупали люди с правительственных дач, только у него. Все остальное мясо было иномарка. Это раскормленное вот этой вот генномодифицированной соей, уколото антибиотиками и прочими стимулирующими, так сказать, веществами, которые позволяют быстро выращивать, так сказать, этих животных на убой. Это первое. Второй момент, это пальмовое масло, конечно, о котором вот мы здесь начали говорить, о том, что миллион тонн ввозится сюда, это мороженое, это шоколадные конфеты, это пряники, это хлеб, как недавно вот мы выяснили в городе Пензе, один ушлый, так называемый, предприниматель в хлеб добавлял пальму, пальмовое масло, понимаете, чтобы, так сказать, хлеб у него быстро производил. Вот, Виталий Александрович, у меня в связи с этим вопросом, зачем это делается? То есть, экономическая выгода, получение прибыли, все по Марксу, ставится на первое место, чем выгода человека, его здоровья, здоровье его детей и продолжительность жизни. Безусловно, все это завязано на получении сверхприбыли, барышей, и как в том примере, который вы привели с производством свинины, и мы вот сейчас слышали губернатора Курской области, очень похвально, что губернатор занимается защитой сельхозпроизводителей, а министерство, профильное, защитой своих сельхозпроизводителей занимается в гораздо меньшей степени, что просто удивительно, потому что это их зона ответственности, и они могли бы гордиться, если бы наши производители сельхозпродукции росли и производили не гомопродукцию, а экологически чистую, как об этом говорилось. Что касается пальмового масла, вы совершенно правы, завозятся колоссальные объемы, миллион тонн и, наверное, более. И, как вы показывали уже в своих репортажах, завозится не пищевое пальмовое масло, которое используется в пищу в европейских странах, завозится техническое пальмовое масло, которое гораздо дешевле. Именно поэтому у нас так остро стоит вопрос с глицидиловыми эфирами, которые содержатся в этом масле. Дело в том, что, по-моему, вы тоже об этом говорили, что в Европу завозится масло, пальмовое масло с сертификатом, в котором написано, что глицидиловых эфиров нет. Это масло безопасное для здоровья человека. Оно может использоваться в кондитерской промышленности и в других отраслях, и оно не принесет ущерба для здоровья человека. То масло, которое едим мы, пальмовое, а даже не мы, а наши дети, это масло, которое было изначально предназначено для производства красок, лаков, других технических жидкостей, смазок, изделий и так далее. То есть, это масло более дешевое, менее качественное. И на самом деле речь идет об очень банальных и простых вещах. Я называю, что это не просто поставка или того, или иного масла, это торговля здоровьем наших детей, потому что есть люди, которые имеют такую возможность продавать здоровье наших с вами детей за деньги. То есть, они покупают вот этот пищевой ингредиент более дешевый, который вообще никогда не предназначался для использования в пищевой промышленности, направляют его в такие отрасли, как, ну вы сами знаете, пальмовое масло используется, вы только что сказали, для производства конфет, тортов, вафель, глазированных сырков, пирожных. Это то, что все едят дети. Добавляют его теперь в творог, сметану. То, что едят дети. Добавляют в хлеб. То есть, в основном потребителе пальмового масла в нашей стране являются дети. И они употребляют в пищу это пальмовое, техническое пальмовое масло с высоким содержанием глицидолов, которые являются фактически ядом. Это канцероген, это мутаген, это, ну уже хуже и дальше, страшнее ничего нет. То есть, это вызывает мутацию генного материала уже не в сое, а уже у человека. И вот эти темы, они поэтому и перекликаются. И остановить, остановить вот торговлю здоровьем детей, да, я считаю государственным чиновникам по силам. Но в чем причина вот такой медлительности, в чем причина вот таких задержек в решении вопросов, мне сказать сейчас трудно. Я приведу слова бывшего министра, я сам не слышал, читал в интернете, министра экономики, господина Орешкина, который сказал, что, ну, медленно решаются вопросы в Евразийской комиссии, она напоминает этим застрявший лифт. Те решения, которые должны и могли быть реализованы год назад, и, наверное, спасли бы много жизни, человеческих жизней, жизни детей, они до сегодняшнего дня своего решения не нашли. И в технические регламенты наши такие нормы не включены. Если бы они были включены, то мы бы жили примерно так, как живут люди в развитых, цивилизованных европейских странах. Мы бы не рисковали каждый день своим здоровьем, а может быть и самой жизнью. Вот мое мнение по этому вопросу. Ирина Владимировна, у меня к вам вопрос. Вы, по сути, дело такой диссидент в научном мире. Дело в том, что сегодня, когда мир стремительно меняется, и после пандемии мы будем жить совершенно в иной плоскости, в общественной, личной, производственной. Даже общаться будем по-другому, даже здороваться будем иначе. У нас мир станет дистанционным. Так вот, вы в свое время первое начали говорить об опасности глобальных игроков, которые ставят прибыль превыше всего. И вот такая американская компания Монсанто, которая, в принципе, начала свою деятельность в 1901 году. Эта компания сейчас, по сути дела, захватила сельхозрынок Латинской Америки, активно работает в Юго-Восточной Азии, и сейчас, по сути дела, оккупировала Украину. И там выращивает генномодифицированную кукурузу и прочие, так сказать, сельхозпродукты, которые являются, по сути дела, отдаленным смертным приговором людям, которые питаются мясом свиней, коров, телят и так далее, которые едят эту генномодифицированную продукцию. И сейчас она снова пытается продлить на российский рынок. Вы и ей мешали, и мешаете. Ваши рекомендации не воспринимают серьезно. Вас не допускают к научным изысканиям. Глобальные игроки, они на самом деле не очень хорошо понимают, что они делают, поскольку не просчитывают все последствия. Понятно, что основная задача сокращения населения. ИГМО стоит в этом ряду. Это идентично. Понимаете, доказать, что, например, человек заболел или умер от ИГМ-продуктов очень сложно, поскольку эффект негативный проявляется не сразу. И поэтому это очень выгодно этим игрокам. Им выгодны различные инфекции вирусные, потому что с помощью пандемии опять придет сокращение населения. Вы вспомните меморандум в Бейте, вспомните скрижали Джорджио, где поднимался вопрос о сокращении населения. Я думаю, что ГМО были разработаны как раз именно с этой целью. И нашу страну превратили, к сожалению, тоже в экспериментальную печатку. Что касается там, понимаете, сегодня ученый изгой, завтра наоборот он на перезинфонте. И то, что сейчас, к чему мы идем, то через какое-то время к нам будут обращаться за советом, за консультацией, за помощью, потому что так мир меняется, меняется достаточно быстро. и то, что сделали сейчас вот эти игроки на глобальном рынке, на самом деле они, по-моему, даже сами не ожидали той катастрофы, которая сейчас разразилась. И я думаю, что последствия вот даже этой пандемии намного больше. Они просто даже не представляют, что они сделали. Я еще хотела немножко, если можно, добавить по поводу, например, вот пальмового масла. Почему? Потому что вот сейчас, когда вскрывают, вы знаете, что пальмовое масло ударяется по сосудам. И когда сейчас вскрывают людей, умерших от пандемии, от коронавируса, то у них как раз проблема с сосудами. Сейчас уже все патологоанатомы говорят, что что-то страшное происходит с сосудами, но вот это является причиной гибели. Вот кто-то там выдерживает, а они не выдерживают, потому что у них проблемы с сосудами. А пальмовое масло как раз и вот это действительно было очень сильный удар по сосудам, когда пальмовое масло внедряли в разные продукты питания. Второе, что я хотела бы добавить уже к им сои, во-первых, тоже непонятно, вообще зачем нам соя, вообще зачем она нам. Даже не обязательно диетическим медициям, даже соя обычно она тоже приводит к не самым хорошим последствиям для животных. Вот, мы использовали пшеницу, там, подсолнечник, соя, это вообще не нужный продукт для нашей страны. Более того, еще до принятия закона о запрете ГМО в нашей стране было некое постановление очень странное, согласно которому если вот ГМСОЛЬ, там, ГМКУКУРУЗА, вообще ГМКУЛЬТУРА попала на рынок, неважно, там, ДЕКОРМОВ, НЕ ДЕКОРМОВ, то рано или поздно она потом без регистрации, без проверки идет прямым путем продукты питания, в том числе в детское питание. Это прямо было прописано. Мы тогда очень сильно возмущались, потому что, ну, как же так? То есть постановление было тогда написано, что если уже все попало на рынок российский, она уже может использоваться где угодно. И вот корма это просто как некое прикрытие, потом, конечно, будет все продукты питания. Ирина Владимировна, то есть, по сути говоря, в общем, вы считаете, что такой заговор против человечества, против людей касаемо продовольственной безопасности существует, что глобальные игроки хотят держать на крючке все население планеты. Либо едите то, что мы вам даем и сами не производите, либо будете голодать. Правильно я вас понимаю? Да, совершенно верно. Они очень часто, например, один из аргументов, что вот почему гэм-культура распространяется, потому что иначе будет голод. Полный абсурд. Невозможно накормить на самом деле население мира продукты гэм-культурами, которые бесплодны. Более того, у нас на самом деле люди голодают не из-за того, что не хватает тысячи, наоборот, идет перепроизводство в тысячи, а люди голодают, потому что у них нет денег. И поэтому действительно вот эти гэм-культуры используют как некий крючок. У меня, например, в свое время была очень интересная беседа с одним журналистом иностранным, и он мне сказал, как раз в мире санкции против России и Европы в 2014 году в связи с украинскими событиями, и он мне тогда сказал, ну у вас теперь в России будет голод насчет того, каким образом они манипулируют. Я говорю, а почему голод? Вот потому что у вас санкции, а семена у вас все генетически модифицированные, они бесплодные, и теперь у вас должен быть голод в России. Понимаете, какие проекты разные они разрабатывают, вот сюда вот ГМО, сюда, там еще что-нибудь, пальмовое масло и так далее. И, конечно, вот вы говорите, какую задачу ставят эти игроки. Это мировые лидеры, которые не нужно такое большое население, как они считают, хотя по всем нашим показателям население не растет, оно уже давно убывает. Более того, чем лучше живет население, тем на самом деле оно меньше рожает, поэтому вот это желание давайте уничтожим большую часть населения только потому, что вот чего-то кому-то не хватит, это, конечно, полный абсурд, это чья-то какая-то больная фантазия, вот мое такое мнение. Я действительно сталкивалась с разными людьми, с теми шнамом биотехнологами, которые активно поддерживают эти компании. Я спрашиваю, зачем вы вводите эти темп-культуры и проталкиваетесь. Ответы меня очень удивили. Мне один мой оппонент биотехнолог сказал, если мы не будем вводить их в продукты питания и представлять, как в продукты питания, нам никто не будет деньги давать на исследование. То есть, понимаете, для ученых это гранты, для богатых это деньги и так далее. То есть, каждый ставит свою цель, почему-то не думая о том, что и он может заболеть, и он может убедить. Спасибо, Ирина Владимировна. Дмитрий Аркадьевич, у вас есть, что добавить, или мы заканчиваем эфир? Виталий Жанович. Я хотел бы еще сказать пару слов, я хотел бы провести параллель. Вот так как губернатор Курской области думает и защищает своих сельхозпроизводителей, думает о них, а не профильное министерство, та же ситуация имеет в виду и с пальмовым, имеет место и с пальмовым маслом. Дело в том, что вот то, что я говорил, глицидиловые эфиры, они ведь не содержатся в основном в отечественных маслах. То есть, то, что производится у нас в стране не несет существенных рисков для здоровья людей. Единственное масло, которое в больших концентрациях содержит этот глицидиловый эфир, это масло пальмовое. Более того, что самое важное, что министерство в данном случае, которое затягивает решение этого вопроса, фактически заботится не о отечественных производителях, а о производителях зарубежных, потому что масла растительные все, когда они выжатые и когда они натуральные, они глицидиловых эфиров не содержат. Таким образом, это синтетика, это продукт производства человека, эти глицидиловые эфиры. И мы их завозим, произведенные за рубежом, за границей, за пределами Российской Федерации. То есть, получается, парадоксальная ситуация. Мы продаем здесь это масло, травим детей своих, а деньги, вырученные за здоровье наших детей, отдаем зарубежным переработчикам, зарубежным производителям. Давайте мы закончим на этом наш экспериментальный ток-шоу. Если оно вызовет интерес у наших интернет-зрителей, мы продолжим и дальше поднимать острые темы в такого рода обсуждениях и приглашать людей, которые имеют свой взгляд на ту или иную проблему, касаемо ли это пандемии, которая сейчас, касаемо ли это безопасности продуктов, которые мы все потребляем. А закончить я хочу, я уже говорил об этом неоднократно, но еще раз хочу повторить эту цитату, которую сказал греческий святой в конце 18 века Космой Талийский. Он обладал от Бога правительским взглядом и многое, многое предсказал о том, как мы будем жить дальше через 100 или 200 лет. Вот что он сказал, наверное, о нашем времени. Тарелки ваши будут полны едой, но есть ее будет невозможно. На этой настораживающей ноте, не грустной, мы завершаем наше ток-шоу. Прогресс сегодня шагнул так далеко, то, что теперь люди могут вмешиваться в процесс, которым всегда занималась только природа. Из соевых бобов можно получить муку, молоко, соевыми продуктами можно накормить домашнюю птицу, скот, сделать из сои котлеты, которые будут очень похожи на мясные, или добавить в любимую всеми докторскую колбасу. Так выглядит пищевая соя. Вот такая горошина. Безусловно, ответственность ученого огромна перед миром, перед миром, понимаете, перед всем человечеством, потому что всякое открытие может быть использовано как во вред, так и в пользу. Но, когда, как вам сказать, коммерческие интересы, да, приверируют над биобезопасностью, да, то тут все меняется. Тут бизнес сберет моментально вот эти изобретения, не провели их на биобезопасность. Это клетка сои. Особым способом в ДНК клетки внедряется, выстреливается измененный ген или ген другого растения. Этот ген несет в себе на первый взгляд лучшие качества для этого продукта. Как-то сопротивляемость к вредителям, большую урожайность, устойчивость к гниению, умение приспосабливаться к климату. Но мало кто знает, что эти изменения несут в себе одну важную составляющую – вырождение и смерть. В России исследования о пользе и вреде ГМО-продуктов проводились не единожды. Ирина Ермакова, доктор биологии, еще в 2005 году, приступая к своим исследованиям, хотела понять, как влияет питание млекопитающих на их физиологию и поведение. В течение нескольких месяцев она кормила крыс, в том числе генномодифицированной ссори. Результаты были настолько ошеломляющие, что Ирине Владимировне запретили их публиковать. Впоследствии ведущего специалиста вынудили уволиться из института. Очень страшные результаты. В дальнейшем я уже повторяла 9, провела 9 серий. И в общей сложности у меня было обследовано около 3000 крысят. И то есть мы подкармливали, добавляли в корм животных, самок, добавляли генетически инфицированную сою. Биохимия крови лабораторных крыс очень схожа с человеческой. Генный набор в организме мышей и людей совпадает на 80%. Внутренние органы свиньи и по размерам, и по форме похожи на человеческие. А поросята болеют теми же болезнями, что и маленькие дети. Поэтому и мыши, и крысы, и свиньи используются для медицинских и биологических экспериментов. Появившиеся крысяты на свет, они, независимо от того, были они недоразвитыми или нет, они не дали потомства. То есть они были бесплодными? Они были бесплодными. Поэтому в следующей серии мы решили покормить и самок, и самцов и не получили уже нормального первого потомства. то есть там 75% крыс не дали нам вообще детенышей. Конечно, данные были очень важными, поэтому я стала об этом докладывать и в институте, и в президенте Академии наук и везде с просьбой повторить, с просьбой разрешить дальше проводить исследования. Но вместо этого мои исследования закрыли, а мне запретили дальше продолжать эту работу. Они сказали, что мы не хотим с этим связываться и проводить эти исследования не будем. И вам умолны советуем, и даже не рекомендуем давать интервью. Эти поля засеяны генно-модифицированной кукурузой. В Соединенных Штатах, в Аргентине, в Испании они дают прекрасные стабильные урожаи. На качество этих початков почти не влияют ни засуха, ни другие природные катаклизмы. Вы позволите, я приведу пример с пестицидами. Это то же самое. Ведь нас обещали в 60-е годы химизация всей страны, Никита Сергеевич. Используем. Мы накормим всю страну, мы спасем урожай. Хрущев, великий пропагандист кукурузы с кукурузным початком. А что мы получили? Мы сейчас запрещаем все пестициды, гербициды, антикициды, потому что они оказались токсичны в отношении человека. Это рак, это бесплодие, это умственная отсталость. На северо-западе Франции есть небольшой городок. В местном университете на кафедре молекулярной биологии в обстановке строжайшей секретности профессор Жиль Эрик Сиролини проводил исследования с ГМО кукурузы. В одном из этих корпусов расположена лаборатория, где два года крыс кормили трансгенным продуктом. Жертвами эксперимента стали 200 подопытных грызунов. Это поразительно. Ужасно. Вот, пожалуйста, у нее три опухоли. Бедное животное, это ужасно. Да уж. Опухоли молочных желез, судя по всему. Да, видно, что вот это молочная железа, а это уже на уровне плеча. Бедняжка, у нее их три, ну каких огромных. Они не меньше голубиного яйца. По пять, по шесть сантиметров, наверное. Да, а самую большую сейчас померяем. Вот, 93 миллиметра. Животное страдает, нет? Нет, нет, никаких признаков прострации у него нет. Оно продолжает нормально есть, набирает вес. 15% от массы тела. Это все равно, что человек весом 60 килограммов имел бы 10 килограммов опухолей, да? Да. Секретность работы была обоснована. Транснациональные компании, производящие ГМО-культуры, в буквальном смысле охотятся за теми, кто хочет их разоблачить. Съемки на ГМО-плантациях чреваты риском для тех, кто пытается сказать правду о генно-модифицированных продуктах. Кукурузе или сои. Вас могут затравить газом или собаками. Это не раз испытывали на себе фермеры-активисты, так называемые косильщики ГМО-пакурузы. Нужно уточнить, что очень много крыс стали жертвами этого эксперимента. У них появились опухоли, которые занимали 25% от общей массы тела животного. И это очень важно, потому что в живой природе трудно представить себе опухоль молочной железы у животного такого размера и веса. А вот так собирают урожай трансгенной кукурузы. Разноцветные початки, красные, фиолетовые, черные, это мертвые семена. Они не плодоносят. Бывший министр окружающей среды Франции Карен Лепаш теперь уже в роли депутата Европарламента ведет борьбу за чистоту еды. Она считает, что транснациональные компании, которые поставляют сельхозкультуры, скрывают полную информацию о влиянии ГМО. Во-первых, обязать производителей ГМО проводить исследования не менее двух лет. Во-вторых, обеспечить действительно научное обсуждение результатов этих исследований, встречи ученых и опубликовать то, что мы называем данные брутто, то есть полные данные, которые закрыты, и на них распространяется профессиональная тайна, поэтому их нет в открытом доступе. Вот уже 20 лет как Монсанто отказывается показать эти данные. Поэтому они будут делать все, чтобы сказать, что Сироли неплохой ученый, что никто его не знает, и что он вообще никто. Поэтому будут доказывать, что в ГМО нет ничего страшного. И все это время будет продолжаться производство и поставки этой продукции. тем временем, в Европе набирает силу движение сторонников так называемых биологически чистых продуктов. Люди готовы платить дороже за то, чтобы быть уверенными. Это натуральная еда. Филипп, хозяин биомагазина. Мы едим смерть, а мы должны есть жизнь. Чтобы жить самим, и я стараюсь не только продавать, но и объяснять народу, что такое био. объяснить им все опасности небиологической и ненатуральной продукции, то есть, что называется ГМО-продукция. По сути, я занимаюсь еще и народным образованием. Однако, найти на французских фермах чистые натуральные корма не так-то просто. Транснациональные компании в буквальном смысле слова засыпают модифицированным зерном соей кукурузы все сельскохозяйственные предприятия Франции. У нас во Франции семена кукурузы, предназначенные для посевной, не могут быть генетически модифицированы, потому что это запрещено. А вот то, что к нам импортируется, например, соя и то, что мы называем зерно глютенфилд, его завозят из Америки. Естественно, тут 90% шансов, что это генетически модифицированные продукты, потому что они из Америки, а их производство мы не контролируем. Лаборатория Сиролини, где профессор и его команда экспериментировали над млекопитающими грузунами, 200 крыс, самок и самцов поделили на 10 групп. Три группы из 10 кормили разными дозами гомо-кукурузы, выращенные без гербицида. Еще три группы кормили гомо-кукурузой, обработанной самым распространенным в мире гербицидом «Раундап». Еще треть подоптных кормили обычной кукурузой. К концу эксперимента 80% самок из первой и второй групп заработали минимум по одной опухоли. В третьей группе заболели лишь 30% животных. Производитель этой кукурузы компания «Монсанто» проводила исследования только три месяца, но были очень удивлены, что государство, власти не настояли на продолжение этих опытов. На 8-13 месяце опухоли стали увеличиваться до такой степени даже при слабых дозах ГМО. Мы использовали корм с тремя разными дозировками. И у нас получилось, что среди первой группы 10 особей из 10 были с опухолями. Не все имели злокачественные опухоли, но со временем эти опухоли трансформировались в раковые, ну где-то в среднем у 8 особей из 10. Французский профессор не скрывает, что могущество транснациональных компаний, производителей семян и гербицидов не знает ни границ, ни финансовых лимитов. Тратят миллиарды долларов на информационной кампании, если вдруг кто-то попытается провести какие-то исследования ГМО-культур без их участия или уведомления. Результаты опыта в Сиролине, как и многих его предшественников Австралии, Австрии, Германии и России, подвергались не только жесточайшей критике, но и сомнению. Меня не удивляет эта критика, которая появилась на следующий же день после публикации. И я знаю людей, которые меня критикуют. Это те самые ученые, которые разрешили использовать продукты ГМО. У нас тут были судебные процессы с этими профессорами. Это Жерард Паскаль и Ижи с ним. Они говорят, вы взяли не таких крыс. Мы взяли тех самых крыс, спрэкдоули, которые использовались в опытах Монсанто. Да, но вы взяли крыс, которые уже старые и так далее и тому подобное. Я ведь уже больше 10 лет работаю над проблемой загрязнения окружающей среды. И очередной вывод, который я сделал, несмотря на все давление, за этим стоят группы производителей этой самой ГМО-продукции, которая создается в огромном количестве. Очень много исследований проводятся, чтобы запустить это и производить, но очень мало исследований, чтобы понять, какие отрицательные последствия может иметь такая продукция. Как можно доверять продуктам, произведенным компанией, которая в свое время разрабатывала боевое отравляющее вещество Оранж для войны во Вьетнаме? Эйджейнт Оранж распыляли с самолетов ВВС США над джунглями, чтобы густая растительность погибала, а партизаны не могли спрятаться от американских бомбардировщиков. Прошло 40 лет, а последствия этих экспериментов над живыми людьми сказываются до сих пор. Количество детей, появляющихся на свет с врожденными родствами во Вьетнаме все еще больше, чем в любой другой стране этого региона. Химия работает на вас. Монсанто с помощью химии творит чудеса. Есть 8 самых больших транснациональных компаний, которые производят эти генномодифицированные продукты. Они еще производят медикаменты. Все это происходит с подачи авторитетных ученых-консультантов. Эти люди делают все, чтобы этим компаниям-гигантам дать зеленый свет, помочь им, потому что во главу угла ставится прибыль, а вовсе не здоровье людей. Мы почему-то ничего не слышим о результатах научных исследований, которые проводила бы компания Монсанто или другие химические гиганты, которые наводнили Францию. Ты то, что ты ешь! Существует договоренность между транснациональными корпорациями, работающими в области биотехнологии, не признавать научные исследования, проведенные где-либо, но без их, так сказать, предоставления материала для этих экспериментов именно этими транснациональными компаниями и без их контроля. Сторонники новых технологий, за которыми стоят транснациональные корпорации, производители ГМО-культур утверждают, что трансгенные продукты не только безвредны, но и полезны для человека. Ученые, чьи исследования зашли гораздо дальше установленных нормативов, предупреждают, что генно-модифицированные продукты это мина замедленного действия. ГМО-вред и вмешиваться в природу опасно. Кто прав, покажет время и поколение землян, которые вырастут в новом трансгенном мире. В конце 80-х, в начале 90-х годов с прилавков российских магазинов исчезло мясо. Купить его было можно, но только у спекулянтов из-под полы или втридорого на рынке. Мясники стали настоящими советскими олигархами. К этим людям обращались и артисты, и коммунисты. Сегодня с мясом проблем никаких. Но какое это мясо? Мы провели свое собственное расследование и узнали, почему такой кусок мяса называется иномарка. Ну, сюда обычно подъезжает машина. Пять часов утра. Сочи. Городской рынок. А вот слева. Еще, 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 еще. Включите очиститель. Стеклоочиститель включите. Вот сколько. Повезли первую партию. Первая теперь. Вторая сразу. Машина, из которой выгружают свиные туши, преодолела путь почти полторы тысячи километров. Мясо доставляют из Долгородской области, с крупных свинокомплексов. Из-за того, что эти животные благодаря специальным кормам и добавкам вес набирают два раза быстрее, чем обычные свиньи в обычных вольерах в обычных условиях, эту свинину здесь и сравнивают с американскими бройлерами и называют иномаркой. Я тебе коротко и по-русски неплохо владею, скажу, объяснил, вы и сами поймете. В Краснодарском крае с Белгорода шурует мясо на весь Сочи. С Белгорода? Да. Белгородское. Основное. А что это за мясо? Это мы его называем иномаркой бекон. Она сала не имеет. Она сала не имеет. По себе сала нет. Ну, она не устраняется. Она порошком, шпыльцом, ну, вот так ирашивается. За 4 месяца столько равна это тоже. За 4 месяца? А обычно это год. Обычно год. На всем рынке это единственный продавец, который торгует свининой, выращенной крестьянами на своем подворье. К ним уходят повара из резиденции президента России. И покупают мясо к столу главы государства только здесь. И доказать, что это с использованием химии выращено, это же... Ну, это ты должен уже налазить. Ростовская лаборатория 7 лет тому назад и что железо самое больше там 3 раза увеличивается железо. В мясе, да? Да, в том мясе. Там, посмотри, почему? Это уже лаборатория, мой друг. Это мы с тобой покушаем, сразу скажем. Это мясо не только это мясо. А это еще доказательство лаборатории восточной. Когда первые 7 лет тому назад он 3 раза увеличен железо. Ну, как вас объяснить? Вот так же вот магазин показывает. Вот это яблоко импортное, она как воском заблизывается. Она блестит, не гнет. А вот это яблоко уже начинает гнить и наше. Оно наше вкусное и сладкое. Водитель Ашот иномарку привозит в Сочи несколько раз в неделю. Не скрывает, что продукция выращена с использованием специальных добавок. Вы откуда возите? В Долгородске. В Долгородске область, а хозяйство как называется? Ну, у нас разные. Я Буховский назад облинаю. Есть же разные свинины. Сейчас, говорят, появилась такая иномарка называется. Вот просто за эту свинину они так и говорят. Это на самом деле вот наша местная свинина в Долгородске. Просто технология импортная. Корм, морм, вот это все движение, понимаешь? Ну, вот тушка, она за сколько выращивается? Ну, 5-6 месяцев вот так. до 6-6 месяцев где-то у них вот так. По любому биодобавки даются. Это даже на сейчас в Кубани возьми любую ферму. То же самое везде биодобавки не идет. А вот так мясо проходит ветеринарный контроль. Печати на туши ставят грузчики, а сами ветеринары эту свинину стараются не покупать. Ну, понятно, с мясом. А вот вы же проводите всякие лабораторные анализы, наичистейшие. Чистейшие, да? Чистейшие. Но это не вредно? Вся Россия кушает. Сами-то едите? Вы сами покупаетесь на рынке местных? Ну, а как же? Конечно. Не, ну, если есть местный какой-то производитель, то мы предпочитаем естественно местный, да? А вот это сигнал. Конечно. кто дома вырастил лучше, чем вот эти все хозяйства? Конечно. Тем более местная свинья, которая где-то еще по горам где-то ходила кушала желуди, там еще такое. А вообще это сейчас распространено по России, да? Сейчас во всех интермаркетах магниты, карусели, все одно и то же. Вот это иномарка. как хотите называть. С 2013 года мы следим за тем, как используется пальмовое масло в пищевой промышленности России. Но очень трудно бороться с людьми, которые рассматривают страну как территорию большой охоты за деньгами. Вот это пряники. Обычные глазированные пряники, которые любят по утрам есть взрослые и дети. А это другое лакомство. Глазированные сырки, которые тоже любят и взрослые и дети. А вот это пальмовое масло. Именно из него делают эти глазированные сырки, хотя говорят, что они сделаны из творога и молока. И вот эти вот пряники. Во время переработки пальмового масла, его рафинация образуется вот это вещество. Называется оно глицидол. Это сильнейший канцероген и яд. И он присутствует и в этих сырках, и в этих пряниках. Что что это за еда с опасным элементом? Краснодарский край, порт Тамань. С периодичностью раз в неделю сюда прибывают огромные суда с пальмовым маслом из стран Юго-Восточной Азии. Охраняется объект как военный. Мы получили разрешение на съемки от пограничного управления ФСБ России, от федеральной таможенной службы. Но причал находится в частной собственности компания-владелец съемки не разрешила. А мы хотели лишь увидеть, как контролируется качество импортируемого пальмового масла, как оно перерабатывается и безопасно ли оно для потребителей. С чего такая секретность? Что скрывается за этими заборами? А все дело в том, что ввозимое в нашу страну пальмовое масло не соответствует нормам безопасности, которые действуют, например, в Европе. И масло такого качества в других странах могут использовать лишь в производстве косметики и биодизеля. А то, что привозится в нашу страну, используется в пищевой промышленности. Пальма содержится в треки продуктов питания на российском рынке. Этот вид бизнеса является супер прибыльным. Масло-жировой союз настолько разветвленные организации, и они выходят на представителей государственных органов и пытаются продвинуть свои вопросы, мягко говоря. Пальмовое масло в том виде, в котором оно полномасштабно производится, то есть в сыром виде, для человека несъедобно. Оно неприятно пахнет и содержит много нежелательных веществ. Оно невкусное, и его нужно рафинировать, чтобы стало съедобным. И тут приходится искать компромисс. Должен быть выдержан баланс, нужно избавиться от невкусных и плохо пахнущих примесей, а также от остатков пестицидов, которым не место в пищевом масле, и при этом не привести к образованию большого количества новых примесей из-за нагревания масла. Но именно в процессе рафинации в растительных маслах образуются вредные вещества глицидиловые эфиры. В случае с глицидиловыми эфирами речь идет о генотоксическом соединении. Даже минимальное количество этого вещества может вызвать рак. Поэтому на эти генотоксические соединения следует обращать особое внимание. О глицидиловых эфирах, которые появляются при рафинации растительных масел, стало известно еще более 30 лет назад. Но только недавно появилось оборудование, которое позволяет выявлять точное содержание этих токсичных веществ. Пальмовое масло имеет несколько фракций и несколько категорий. Например, в Европу поставщики пальмы везут хорошо очищенный продукт, вред от которого потребителю минимальный. А вот в Россию идет самое дешевое масло, закупаемое в Индонезии и Малайзии по бросовым ценам. В процессе транспортировки оно окисляется и начинают проявляться его канцерогенные, опасные для человеческого организма свойства. Танкеры с маслом находятся в пути по морям и океанам целый месяц, а то и больше. В конечном итоге в российском черноморском порту Тамань оно выгружается, обрабатывается и рафинируется. Что остается в этом сырье после обработки? Главный вопрос. Северная Италия, город Парма, известен не только своей вкуснейшей ветчиной, деликатесом для всех гурманов мира, но и тем, что в Парме находится экспертная организация ЭФСА, Европейское агентство по безопасности продуктов питания. В этом здании сидят ученые, которые оценивают результаты экспертиз и испытаний со всего Евросоюза. Они выдали свой вердикт пальмовому маслу. Наша организация независимый научный центр, который оценивает безопасность продуктов питания. Мы осуществляем научное консультирование Европарламента, Еврокомиссии и стран-участниц Евросоюза. Несколько лет назад мы получили запрос Еврокомиссии на оценку опасности некоторых вредных веществ, содержащихся в растительных маслах. Дело в том, что существует такая процедура, как рафинирование. Масло подвергается очистке при высоких температурах, около 200 градусов Цельсия. И что интересно, во время этого процесса происходит образование вредных веществ. Это касается многих растительных масел, но в пальмовом масле их скапливается в разы больше, чем в других. Что же это за вещества? Три монохлорпропандиоловые эфиры, также известные, как 3-МСПД и 2-МСПД, и глицидиловые эфиры жирных кислот. Все доказательства нами были получены во время опытов на грызунах. Мыши и крысы питались пищей, которая содержала глицидиловые эфиры. Вскрытие после смерти показало у животных большое количество разных опухолей. Наш вывод такой. Глицидиловые эфиры могут быть генотоксичными, то есть менять структуру ДНК и вызывать рак, то есть являются канцерогеном. Правда, нам не удалось точно установить предельный уровень токсичности, потому что эти эфиры опасны в любой дозировке. После публикации нашего исследования в 2016 году Еврокомиссия начала обсуждать возможные меры в связи с данной ситуацией и в феврале 2018 года на самом высоком уровне в ЕС были установлены предельные нормы содержания глицидиловых эфиров в продуктах питания. В Европе заявления Эфса вызвали шквал эмоций. Европейцы в прошлом году настояли на принятии срочных мер по ужесточению контроля за использованием пальмового масла в пищевой промышленности. Тут же были введены нормативы его очистки. В итальянских гастрономах, например, теперь вся продукция маркирована. Здесь написано «свободно от пальмы». «Мы не используем пальму, потому что это испортит наш продукт. И вообще парма сотни лет завоевывала славу Родины одного из самых известных сыров в мире – пармезан. И это все не для того, чтобы в погоне за одним лишь евро все заслуги наших предков превратить в пыль. В составе нашего сыра только три ингредиента. Это молоко от коровы, соль, ну и климат пармы. Все, никакой пальмы здесь нет и быть не может. И сыр пармезан стоит по-разному только из-за срока его выдержки. Чем он моложе, тем дешевле. А состав у него одинаковый. А в России эти исследования словно проигнорировали. С 2015 года европейские производители изменили технологию производства и ужесточили требования к сырью. Масложировая индустрия России – это жесткое лобби сопротивляется отчаянно этим нововведениям. Москва, Евразийская экономическая комиссия. Она объединяет Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию в общий рынок. Здесь 6 августа 2019 года было принято решение, которое, может быть, спасет миллионы жизней. Вводится предельная норма содержания глицидиловых эфиров в растительных жирах, аналогично той, что действует уже в Европе. Теперь главная задача, чтобы это как можно быстрее эти требования были внесены в технический регламент, чтобы все стороны как можно быстрее договорились. Самый плохой прогноз внесения изменений в этот регламент идут на протяжении 5-6 лет. Это означает, что 5-6 лет мы будем продолжать через продукты питания потреблять эти канцерогены. Это, конечно, очень печально. Количество ввезенного пальмового масла в России увеличивается год от года. Совпадение это или нет, но растет и количество онкобольных. В 2018 году выявлено 625 тысяч новых случаев рака, а всего сейчас на учете в онкоцентрах состоят более 3 миллионов россиян. Вот из этого низкопробного масла и делают все пирожные, пряники, конфеты, батончики, все то, что любят дети. А взрослым приготовлен такой сюрприз дешевый творог, сыр и масло. Сливочное, якобы. В погоне за увеличением прибыли производители формируют общественное и политическое мнение, а также оказывают влияние на результаты исследований в целях продвижения политических мер, угрожающих здоровью населения. Всемирная организация здравоохранения и продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций ФАО назвали убедительными доказательства связи между потреблением пальмового масла и повышенным уровнем смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Это прежде всего связано с повышением холестерина, липопротеина, низкой плотности, который увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта. И еще, цитата из доклада, 27 миллионов гектаров по всему миру занято пальмой. Стоимость этой индустрии оценивается в 60 миллиардов долларов США. Более 53 миллионов 300 тысяч тонн, а это 85% всего производимого масла пальма в мире принадлежит Индонезии и Малайзии. Индустрия пальмового масла и перерабатывающая пищевая промышленность получают взаимную выгоду, ориентируя рекламу продуктов переработки на детей. Аналогично усилиям, предпринимаемым табачной и ликероводочной промышленностью. Конец цитаты. А это уже Москва. Конференция, где обсуждаются новые технологии в использовании растительных масел в пищевой отрасли. Глицидол. У него есть маленький секрет. Он не имеет вкуса, запаха. И то, что вы потребили этот опаснейший канцероген, мутаген, вы узнаете только после того, как обратитесь к врачу. То есть он по своему воздействию похож на целый ряд боевых отравляющих веществ. И поэтому основное поражение это в первую очередь желудочный тишечный трактор. Грубо говоря, это ожог. Делаются стандарты, в результате применения которых пальмовое масло, отплывающее из Индонезии, практически с любым перекисным числом, то есть даже недоочищенное, уже будет соответствовать нашему ГОСТу, межгосударственному стандарту. Год назад сразу несколько экспертных групп обратились в Совет Евразийской экономической комиссии с просьбой изменить технический регламент на масложировую продукцию, чтобы ограничить потребление пальмы в странах Евразес. А туда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Однако предложения наших соседей преградить путь бесконтрольному использованию пальмового масла в пищевой промышленности натолкнулись на жесточайшее сопротивление лоббистов. Сегодня купить в ближайшем гастрономе натуральное молоко, творог, сливочное масло или набор шоколадных конфет очень сложно, практически невозможно. Несмотря на жесткие требования к маркировке, производитель то пишет, что в составе есть пальмовое масло, то указывает, что в продукции использовались растительные масла без расшифровки. Сколько жиров мы едим и каковы они по составу остается только догадываться. Лоббисты пальмовых поставок нас постоянно пугают тем, что если ужесточить контроль над импортом и качеством пальмы, то это приведет к резкому удорожанию продукции, что на рынке питания в России наступит коллапс, а в стране начнется голод. Это неправда. Российские производители молока и натуральных продуктов, которые по праву считаются лучшими в мире, только ждут законодательной помощи от государства, которая позволит потеснить пальмовиков на этом поле. Хотя бы потеснить. Это бутылка красного пальмового масла. Стоит оно 1800 рублей за литр. Говорят, что оно очень полезно. Тут много микроэлементов, витаминов, но его не кладут в мороженое, не добавляют, когда делают пряники или масло, или творог. А кладут другое пальмовое масло, вот это, которое в 30 раз дешевле, чем это. но в этом пальмовом масле нет ни микроэлементов, ни витаминов, а одни только глицидиловые эфиры. Чем они опасны для нас, вы узнаете из нашего фильма. А вот это, испачкался этим маслом, а вот это натуральное молоко 2 литра. По нынешним временам это эксклюзивный продукт. Его все меньше и меньше на наших столах. Почему? Да потому, что кругом одна пальма.